Так, ну мы с вами в прошлый раз начали разбираться с отбором признаков и с понижением размерности. Вот давайте теперь поговорим по-серьезному про это дело. Я вам больше мотивацию рассказывал, что вот нам нужно нередко в задачах, где признаков много, делать как-то, чтобы их было меньше. Ну и для этого есть много причин, чтобы модели меньше переобучались, чтобы мы не тратили память на хранение каких-то абсолютно левых признаков, чтобы модели быстрее работали, чтобы проще было их интерпретировать. В общем, много есть причин, чтобы каким-то образом находить и устранять неважные признаки. Ну вот давайте, собственно, разбираться с методами для этого. Ну, во-первых, давайте немножечко побудем душными и наведем некоторую классификацию того, какие методы вообще бывают. Вот, значит, тут, да, ну вот, собственно, вот Диана пишет о метод главных компонентов, он среди, да, среди вот этих вот методов. Мы про него тоже поговорим, правда, не очень подробно. Значит, вот говорят, два, ну вообще как бы называют эту задачу, задача понижения размерности, ну потому что как бы у меня есть какая-то размерность признакового пространства, то есть какое-то количество признаков. Я хочу снизить это число, я хочу, что у меня признаков было меньше. И вот есть два вида, два способа, два подхода к понижению размерности. Первый подход – это отбор признаков, фичи selection. Это когда вот вы просто каким-то образом выкидываете неважные признаки, оставляете важные. То есть вы сами признаки не модифицируете, они остаются теми же, просто от каких-то вы отказываетесь. И вот про такие методы в основном мы будем сегодня говорить. А еще есть методы извлечения признаков, фичи extraction. Это вот методы, в которых вы говорите, что окей, вот у вас есть там допустим тысячи исходных признаков, вы хотите сделать там 50 новых, таких, что они каким-то образом зависят от исходных. То есть там каждый новый признак – это какая-то формула от всех исходных признаков. То есть вы как бы реально порождаете новые признаки, придумываете какие-то формулы, как посчитать новые признаки на основе старых. Вот это извлечение признаков. Ну вот сюда относятся общественности метод главных компонентов, которые это из вас может быть знали. Вот спрашивают, какая это область знания. Ну, где как? То есть вот какие-то методы, которые я буду рассказывать, это скорее статистики. Какие-то методы – это чистое машинное обучение. То есть тут по-разному. Ну, нам же это не так важно. В извлечении признаков «все заменяем» или «часть» по-разному можно. Ну, обычно там методы предполагают, что вы полностью заменяете все старые признаки на какие-то новые, которые считаются по-старым. Но в итоге вы можете, например, посчитать вот эти новые и просто добавить их к старым. Вот. То есть такое тоже возможно. Ну, при этом, конечно, мы хотим получить меньше признаков. Мы же затеваем всю эту движуху, чтобы признаков стало меньше. И мы хотим, чтобы их число как-то заметно уменьшилось. Вот. Значит, вот Артем спрашивает, если вся выборка была сделана с помощью One-Hot-Encoding, можно ли отбор признаков производить? Ну, в принципе, можно. То есть, если вы делаете One-Hot-Encoding, ну, то есть это есть тоже. То есть, например, там есть какие-нибудь методы про то, как пообъединять некоторые категории в одну. Вот. Это в некотором смысле, да, извлечение признаков. Можно выбрасывать какие-то. То есть можно сказать, что какие-то значения категории вам просто не важны. То есть, в принципе, там есть тема над One-Hot-кодированием делать какой-то отбор признаков. Это нужно делать аккуратно. Вот. И, возможно, если у вас есть потребность, да, как-то сильно снизить размерность после One-Hot-кодирования, может, там другие методы нужны. Например, вот Target-Encoding, да, там счетчики для категориальных признаков, которые вам не повышают сильно размерность. Но, в принципе, в теории можно. Ладно. И еще подушлю немного. Это вот последний слайд душный здесь. Значит, еще вот говорят, что методы отбора признаков, вот именно отбора, когда я выкидываю просто неважные признаки, они тоже делятся на некоторые категории. Это методы фильтрации. Мы про них поговорим подробнее вот прямо сейчас там на следующем слайде. Это когда вы просто что-то считаете для каждого признака и понимаете по этому числу, выкидываете его или нет, без учета модели. Есть методы обертки, которые используют модель. Понять, какие признаки важны, какие нет, про них мы тоже поговорим. И есть методы, а нет, простите, я, нет, все правильно, да, короче. Методы обертки, которые используют модели, но не залезают внутренние. А есть методы понижения с помощью моделей, которые, собственно, там прям залезают в кишки модели, какие-то свойства из них достают. Ну, в общем, про все это мы поговорим, так что сейчас нет смысла как-то пытаться понять, что это все значит. Вот давайте поговорим про одномерные методы. Это методы фильтрации, то есть методы, которые будут смотреть просто отдельные признаки без учета модели. И это методы отбора признаков, то есть методы, которые просто вам выкинут признаков неважно. Ну вот давайте обсудим, что это такое может быть. Значит, сразу скажу про некоторые обозначения, которые нам сейчас пригодятся. Вот смотрите, вот мы с вами знаем, в принципе, что вот x и t житое – это значение житого признака на item объекте. Это как бы известно. Вот давайте я x житое с черточкой буду обозначать среднее значение житого признака. Ну, то есть просто взял как бы столбец в матрице объекта признаки и посчитал среднее по этому столбцу. y с черточкой – это будет у меня среднее значение от аргета, среднее значение от целевой переменной. Вот, значит, и вот можно считать разные там статистики. Ну, вот, например, первый вариант – как можно подбирать признаки. Можно посчитать вот такую штуку. Можно взять и посчитать для житого признака просто его дисперсию. То есть типа я посчитал среднее значение житого признака, и дальше я считаю, насколько в среднем отклоняется житый признак от своего среднего. Слишком много раз слово среднее употребил, ну ладно. То есть как бы я считаю разброс признака. Дисперсия будет большой, если у меня признак самые разные значения принимает. Дисперсия будет нулевая, и у меня какой-то признак принимает ровно одно значение. То есть это константный признак. И, в принципе, уже это какой-то критерий, чтобы часть признаков выкинуть. Реально так иногда делают. То есть вы можете посчитать дисперсии всех признаков и посмотреть на признаки, у которых дисперсия очень-очень сильно близка к нулю. Тогда, скорее всего, это признаки почти константные, а значит, у них информации особо нет. То есть, грубо говоря, если у вас есть какой-то признак, который почти везде принимает значение 1, и, скажем, на последнем объекте значение 2, это какой-то бестолковый признак. То есть у вас нет достаточно данных, чтобы понять, что означает 2, вы не сможете на некую статистику собрать про это, ну и получается какой-то признак почти константный, который можно выкинуть. Да, вот, собственно, Александр правильно пишет, это что-то про разведочный анализ. Да, то есть, по сути, считать дисперсию имеет смысл на этапе идей, и просто понимать, что какие-то признаки бесполезны, их можно выкинуть и не заморачиваться. Вот тут пришел Николай-экономист и говорит, значит, что мы считаем смещенную дисперсию. Ну, слушайте, как бы от того, поделю я там на L или на L-1, ничего особо не поменяется. Ну, к тому же, если учесть, что я считаю дисперсию для многих признаков, просто сравниваю их по дисперсии, у кого меньше всего, ну, как бы неважно, если я на одно и то же число поделю эти числа, все равно, как бы, минимальная дисперсия будет у одного и того же признака. Вот, то есть, в принципе, тут я заявляю на это дело. Но, в принципе, да, если мы хотим быть совсем уж строгими, было бы правильно вот тут сделать корректировку небольшую, чтобы оценка дисперсии была не смещенной. Так что, спасибо. Не хотим ли мы обратить внимание на последний объект? Ну, кстати, Анна, вы тоже правы, в принципе. То есть, может быть, вот последний объект, потому что он такой особенный, что этот признак только на нем принимает другое значение, присмотреться к нему стоит. Но я к тому, что все равно, скорее всего, этот признак не поможет сделать в нем какое-то качественное предсказание, потому что такой объект один. Типа, если у вас какой-то один уникальный объект, ну, как он вам поможет? Он всего один, по нему никакой статистики по похожим нет. Но, типа, это повод присмотреться. Да, я согласен. Дальше. Это как бы вот, это просто было про то, чтобы понять, признак константа или нет. А вот, что такое x-шерточка? x-житая шерточка – это среднее значение житого признака по всей выборке. Может ли оказаться, что у нас просто такие объекты в выборке, что на них все одинаково, а на остальных было бы по-разному? Ну, может быть, но, типа, на остальных, в смысле, в тесты выборки вы имеете в виду, да? А как бы, ну, в обучении-то этих других значений нет, а мы же модель строим только по обучающей выборке. То есть, да, это может быть еще признаком, что у вас выборка какая-то нерепрезентативная. Если у вас этот признак на обучении принимает значение одни и те же, а на тесте как-то совсем по-другому все. Но это плохо. Если у вас тест устроен по-другому в сравнении с обучением, это, значит, скорее всего, модель не справится. Вот. Значит, то есть тут предполагается, что средняя дисперсия – ну, не совсем, не совсем. Не так. То есть я говорю, что вот признаки, у которых дисперсия почти ноль, скорее всего, бесполезны, потому что они почти константны. Но при этом я не говорю, что чем больше дисперсия, чем важнее признаки. Совсем не так. То есть тут имеет смысл только спорить на признаки, у которых вот эта штука почти ноль. А вот если нам хочется все же как-то отсортировать признаки по их важности, то скорее может быть полезно на корреляцию посмотреть. Значит, ну, как она считается, наверное, вы уже там все знакомы, но давайте я проговорю на всякий случай. Значит, я суммирую по всем объектам, беру ET-объект. Беру значение признака, житого на этом объекте, сравниваю со средним значением житого признака. И беру ответ на этом объекте, сравниваю со средним значением ответа. Ну, и делю на дисперсию. На дисперсию этого признака и на дисперсию целевой переменной. Ну, как бы такая формула. Если хочется лучше разобраться, почему она такая, как она работает, вот вас отправляю к онлайн-курсу по математике для анализ данных. Там есть курс, где это рассказывают, в теории вероятности. Вы все подключены к нему. Корреляция, как мы знаем, это некоторая мера взаимосвязи между двумя величинами. В нашем случае это мера взаимосвязи между житым признаком и между целевой переменной. Эта штука будет равна нулю, если как будто бы линейной связи особо и нет между житым признаком и целевой переменной. И эта штука будет равна плюс один или минус один, если там идеальная линейная связь между этими переменными. Можно считать корреляцию, она будет нам говорить, насколько, грубо говоря, признак связан с целевой переменной. Скажем, вот пример, пожалуйста. Вот у нас какая-нибудь выборка. Вот тут значение признака по оси х, по оси у, какая-то целевая переменная. Вот моя выборка. Каждая точка – это объект. Если я посчитаю корреляцию между этим признаком и целевой переменной, она будет очень высокая, там почти единица. Ну и действительно, линейная связь между признаком и целевой переменной есть. Пожалуйста, могу прямую провести. А вот для этой выборки справа, если я посчитаю корреляцию, она будет скорее ближе к нулю. И действительно как бы не так хорошо видна какая-то взаимосвязь между признаком и целевой переменной. Ну то есть реально корреляция – это какая-то мера линейной взаимосвязи. Действительно такое есть. то есть как-то это отражает значит нелинейная связь не отразится на этом коэффициенте да то есть это мера именно линейной зависимости ну как бы хоть что-то в принципе можно считать какие-нибудь там ранговые корреляции если хочется они будут наверное лучше отражать нелинейные взаимосвязи но сложнее вот александр говорит что на статистических предметах коэффициент регрессии строят на основе корреляции ну в общем то на самом деле так есть то есть если вы там мы с вами записывали вот аналитическую формулу для весов там веса это там x транспонированная x минус 1 x транспонированная y и вот если вы распишите грубо говоря там вот здесь формулу для w1 ну как сможете в общем то увидишь там тоже довольно сильно участвуют корреляции между признаками и между признаком и целевой переменной в этой формуле вот то есть принципе там да как бы по сути корреляции от корреляции очень сильно зависит веса который будет получаться в линейной модели вот а что если я хочу для классификации применить то есть как бы здесь мы говорили про регрессию целевая переменная вещественная была ну и вот что там получилось то есть у меня задача классификации вот типа у меня мой признак там единственный x и значит вот целевая переменная которая принимает какие-то значения либо ноль либо один ну пока цена два класса да вот ну в принципе какая-то выборка есть и принципе видно что по этому признаку я более-менее могу вот там вот так разделить мои объекты типа по порогу где-то там 035 и у меня получится неплохой классификатор всего две ошибки будет допускаться ну и в принципе корреляция тоже работает то есть тут как бы если я прямую проведу она как-то будет описывать мою выборку то есть коэффициент корреляции будет здесь ну какой-то нормальный а вот для такой выборки коэффициент корреляции будет 0 например но в целом это считается не очень хорошей идеей считать корреляцию между какой-то какими-то вещественным признаком и бинарный целевой перемен для случаев классификации есть там другие способы посчитать связь того или иного признака с целевой переменной ну вот например есть такой тискор ну кто статистику изучал это значит там некоторая основа критерия студента но сейчас не важно значит вот можно такую штуку посчитать пусть у меня мю 1 это среднее значение житого признака в классе первом мю 2 это среднее значение житого признака в другом классе во втором ну и тут еще есть дисперсия в первом классе и число объекта в первом классе число объекта во втором классе. Ну и вот по такой формуле я считаю, грубо говоря, насколько в среднем признак отличается в первом классе и во втором классе. И там делаю корректировку на дисперсию некоторую. Вот есть, значит, такая величина. В сейкетлерне есть функция, чтобы ее вычислять. Ну и вот, типа, тоже это некоторая мера того, насколько у меня какой-то признак связан с целевой переменной. Если этот тискор посчитать вот здесь, то он получится довольно большим для левого случая и довольно маленьким для второго случая, потому что во втором случае особо связи между ним и целевой переменной нет. Есть ли три класса, что делать? У меня есть ответ на этот вопрос. Есть f-скор. Давайте уж я не буду про него рассказывать, просто нагромождение обозначений. Не думаю, что нам будет очень полезно в этом разобраться. Но вот, в общем, есть уже некоторая величина. В сейкетлерне тоже есть функция, чтобы ее посчитать. И вот, значит, можно воспользоваться этим, чтобы для многоклассовой классификации создать важность признаков. Так вот, Мария, вы хороший вопрос задаете. Есть ли в тискоре минимум и максимум? Вроде не особо. Какую выборку вы не придумали, можно предложить выборку, для которой тискор будет больше или меньше. То есть, скорее, вы можете просто отсортировать ваши признаки по тискору и по модулю тискоры. Нет, просто по тискору. Он не может отсортировать назначение принимать. То есть, вы можете просто отсортировать по тискору и будут у вас самые важные и самые важные признаки. Ну вот, давайте, не знаю, какой-нибудь пример. Пусть банальный, но тем не менее. Так, f-скор, что было раньше? А где у нас раньше был f-скор? Что-то не помню. А, f-мера. Нет, 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 это разные. f-мера, которая была в классификации у нас, это просто была там типа средняя точность и полноту. Это была метрика качества классификатора. А это некая мера связи, признака и целевой перемены. Это совсем другое. Никакой связи между ними нет. Просто так сложилось, что они похоже называются. Да, f-названием. Да, скорее с критерием Фишера. Да, Артур, вы правы. Так вот, давайте какой-нибудь пример. Вот есть, значит, датасет Титаник, про который вы там все знаете. Сказать, кто выживет на Титанике, кто не выживет. Вот можно посчитать тискор для всех признаков в этом датасете. Ну, значит, можно его рассчитать и нарисовать. И вот у меня тут для каждого класса нарисовано значение тискора. Для каждого признака нарисовано значение тискора. Ну и вот самый большой тискор у признака пол. То есть, типа, судя по всему, пол важнее всего для предсказания выживаемости на Титанике. Ну, это реально так. Кстати, а почему? Кто-нибудь помнит историю эту? Почему пол тут оказывается важным признаком? Потому что сексизм? Ну да, потому что женщины детей первых пускали на шлюпки. Да, да, да. Ох, шутки у вас тут, конечно. Но при этом есть еще какие-то важные признаки. Типа, там, фэр, ну, типа, сколько стоил билет. Там, класс, в котором был пассажир. Ну, типа, в первом классе больше выжило, потому что у них больше шлюпок было. Да, да, да. Вот. А вот, типа, возраст, там, число родственников на борту. Это что-то не очень влияло. Ну, ладно, хорошо. Вот. Вот, типа, правильно говорите. Странно, возраст не играет. Подозрительно. Ну, вот, позже разберемся, почему. Позже разберемся, почему. Ну, вот, давайте пока обозначу некоторую проблему. Вот смотрите. Вот, как бы, вот методы, про которые я сейчас говорил, они смотрят на то, насколько отдельные признаки связаны с целевой переменной. А вот, например, вот такая задача. Вот у вас есть, значит, классификация на два класса. Вот его пустые кружочки и заполненные. И есть два признака. Вот признак х1 какой-то и признак х2. Ну, вот, в принципе, признаки хорошие. Я могу по ним идеально прямой разделить два класса. Но, если вы спроецируете эти признаки на одну из осей, то вот получится, что у вас нолики, вот пустые, как бы, будут находиться вот здесь, вот в этом диапазоне. Закрашенные точечки будут находиться вот в этом диапазоне. И вот у вас, получается, вот тут есть область, в которой, как бы, у вас и нолики, и точки. И этот признак в отдельности будет не так важен. То есть, типа, если вы будете смотреть только связь первого признака с целевой переменной, только связь второго признака с целевой переменной, она будет не такая большая. Но в совокупности эти признаки работают хорошо. Ну, вот давайте пример какой-нибудь более понятный. Вот, пожалуйста, тоже задача. И, в принципе, там, решающим деревом идеально все решается. Вот разделите вот так, вот так, и у вас, типа, вы идеально решите задачу. Но, если вы спроецируете эти данные на один из признаков, например, на вот этот, то у вас получится вот здесь перемешку, как бы, один класс и другой. И вот здесь перемешку один класс и другой. И получится, что этот признак в отдельности первый никак не связан с целевой переменной. То же самое про второй. То есть, я это к чему? Потому что зачастую у вас важны только какие-то комбинации признаков, а в отдельности признаки ничего не значат. Поэтому вот, как бы, эти методы одномерные, они, конечно, какой-то смысл имеют, но далеко не всегда. Зачастую от этих методов толку особо нет, потому что, ну, как бы, они смотрят только на то, как отдельные признаки связаны с целевой переменной. Поэтому нам нужны какие-то другие методы, которые лучше, которые реально смогут понять, насколько признак в комбинации с другим помогают нам предсказывать наш ответ. Ну, и вот тут нам могут помочь методы, которые используют модели. Что это значит? Это, значит, методы, в которых мы будем залезать в какие-то кишки наших там моделей машинного обучения и по этим кишкам понимать, какие вообще признаки модели используют, а какие нет. Ну, вот давайте обсудим. Это все еще отбор признаков, то есть новые признаки мы не порождаем, только выкидываем какие-то полезные старые. Давайте подумаем, как это делать. Ну, вот давайте вопрос вам. Вот, если бы я вас попросил с помощью какой-нибудь модели, допустим, линейной, понять, какие признаки важны, какие нет, что бы вы предложили делать? Как бы вот вы стали понимать, какой признак для линейной модели важен? На коэффициенты посмотреть, а вот просто посмотреть или вот что-то в чем-то важно, ага, вот отнормировать, да, то есть важно отмасштабировать признаки, стандартизацию сделать, да, и только после этого уже смотреть на то, какие признаки имеют большие веса. В принципе, рабочая тема. А если вот про деревья я вас попросил бы, то как бы вы для дерева понимали, какие признаки важны? Кстати, вот, Тася, вы тоже очень правильную вещь предлагаете. Выкидываем признак и смотрим изменение ошибки. Да, это тоже рабочая идея, про это я позже поговорю. Так, ну вот, собственно, про деревья вы предлагаете смотреть на гейн, на предикаты. Ага, вот перемешать признак. Вот, Марина, очень правильно, да, как в рандом форесте, да, можно так. По энтропии. Да, в общем, тоже правильные вещи предлагаете, про это поговорю, да. Те предикаты, после которых энтропию уменьшает сильно. Да, да, все правильно. Можно по числу признаков. В общем, да, много разумных идей, сейчас мы до них дойдем. Out of back тоже можно. В общем, я доволен. Вы очень хорошие идеи предлагаете. Давайте я про них теперь тоже расскажу, чтобы как-то это осталось там у всех в памяти. Да, про деревья поговорим, не переживайте. Это я так спросил для себя скорее, чтобы вами погордиться. Значит, вот есть линейные модели. Давайте с них начнем. Ну, как бы мы все помним, как они работают. Это сумма признаков с весами. Ну и, как мы знаем, если признаки масштабированы, то есть если у всех признаков как бы одно среднее, одна дисперсия, а не одного масштаба, то можно веса при признаках использовать как показатели информативности признаков. То есть чем больше вес у признака, тем больше, ну, по модулю, да. Чем больше вес по модулю у признака, тем больше этот признак ваш. Ну, в принципе, логично. При этом мы с вами как бы проходили, и вы это в данных уже пробовали. Есть такая штука, которая называется L1 регуляризация. Это, значит, некоторая надстройка над обучением линейных моделей, которая позволяет построить модель так, чтобы как можно больше признаков имели нулевые веса. И вот L1 регуляризация позволяет нам прям занулить веса при некоторых признаках и таким образом их как бы не использовать вообще. Ну, вот как бы устроена она вот так. Я просто добавляю к моему функционалу ошибки сумму модулей весов с каким-то коэффициентом лямбда. И чем больше лямбда, тем как бы сильнее я зануляю веса. Тем больше весов у меня будут занулины. Вот даже принято рисовать такой путь. Называется LASSO PATH. Ну, LASSO – это название метода, когда я линейную регрессию среди регуляризации обучаю. PATH – путь, да. Вот что это такое? Значит, по оси Х я рисую, грубо говоря, величину коэффициента регуляризации. То есть вот у меня лямбда отложена. Каждая кривая – это значение коэффициента при конкретном признаке. И вот тут, значит, рисуется, вот как у меня меняются коэффициенты по мере того, как я увеличиваю коэффициент регуляризации. Ну и вот видно, что у меня, значит, какие-то веса довольно быстро зануляются. То есть вот у меня, например, желтенький вес, да, это вес при каком-то признаке, довольно быстро стал нулевым. Там синий занулился, там фиолетовый занулился, красный. Вот до последнего держатся только зеленые и красные признаки. Вот, типа, это какие-то, видимо, важные признаки. Вот они, типа, не зануляются до последнего. Только когда я совсем большую лямбду сделал, они там в ноль скатились у меня. Ну и вот, типа, по этому графику я могу анализировать, какие признаки важны, какие нет. Типа, считаю, что чем дольше не зануляется коэффициент при признаке, тем важнее этот признак. В общем, тоже вот можно использовать лидерегуляризацию, чтобы понимать, какие признаки важны и какие нет. Ну, в общем, в линейных моделях все просто. Смотрим на веса. Прикольный черный признак. А, что ты, он, типа, перескочил, да? Ну да, это какое-то интересное явление. Согласен. Да, да, да. Теперь давайте про деревья поговорим. Ну вот, про деревья идея такая. Значит, вот, значит, как мы с вами помним, когда мы строим дерево, мы в каждой вершине выбираем предикат. Да? То есть мы вот, как бы там, для какой-нибудь вершины номер M ищем лучший признак, лучший порог, по которым мы будем разбивать в этой вершине объекты. И мы этот предикат выбираем по некоторому, там, критерию хаотичности. Мы его, типа, считаем до разбиения, считаем в левом под дерево после разбиения и в правом под дерево после разбиения. И ищем такую пару признаков и порога, при которой, значит, у меня по этой формуле получается наибольшее значение. И вот эту штуку можно использовать, чтобы отбирать, как бы, важные признаки. Ну вот, кажется, что логично, да, как это делать. Значит, давайте просто посмотрим для каждого признака, насколько сильно он мне помог уменьшить этот критерий, когда я его выбрал для разбиения. Ну, то есть, грубо говоря, я беру дерево, вот оно у меня какое-то, вот у меня тут какие-то предикаты. Здесь я первый признак сравнивал с каким-то порогом, здесь, допустим, там второй признак с каким-то порогом 5, здесь снова там первый признак с каким-то порогом 0, первый признак. И вот, значит, тут какие-то уже листья, какие-то прогнозы. Я хочу посчитать важность, допустим, первого признака. Я смотрю предикаты, где первый признак используется, это в этот предикат и в этот предикат. И смотрю, насколько у меня, ну, допустим, если это была классификация, использован энтропийный критерий, смотрю, насколько у меня энтропия уменьшилась, когда я выбрал эти предикаты. То есть я смотрю, вот, назначение в этой разности в каждой из этих вершин. Насколько вот здесь у меня энтропия уменьшилась после разбиения, и насколько вот здесь энтропия уменьшилась после разбиения. И вот считаю, что эта сумма, уменьшение энтропии, это важность моего признака. Вот такой подход есть. Вот Артем говорит, что можно построить Decision 3 с глубиной 1 и посмотреть. Оно же переберет наиболее оптимальное решение. Да, но это будет как бы оптимальный признак при условии, что я разбиваю только по нему. А помните, я говорил до этого, что мне интересно смотреть на как бы то, как признаки в комбинации работают. А если мне интересно оценить важность признаков в комбинациях, все-таки дерево должно быть глубины больше одного. Ну, типа, например, если бы не первый признак, то я бы по второму никогда не разбил. А что если вот как бы после того, как я первому признаку разбил, разбиение по второму дает мне огромное уменьшение энтропии. То есть, вот если я хочу ловить ремосвязи между признаками, то все же мне нужно строить деревья глубины больше одного. Значит, эту информацию нужно получать в процессе обучения из готового дерева не дается сведения о предикатах. Но вообще можно. То есть, вы можете в том же там с Викиклерне взять готовое дерево и там вытащить из него информацию о том, в коей вершине какие предикаты используются. Это возможно. Но было бы лучше время обучения, конечно, это сохранять. Ну, при этом в каком-нибудь там рендном порости или в бустинге тоже можно это использовать. Вы просто считаете важности признаков для отдельных деревьев и усредняете по всем деревьям. Тоже, пожалуйста. Ну и вот как это работает. Ну вот давайте вообще какие-нибудь примеры обсудим. Так, значит, давайте на вопрос сначала отвечу. Так, точно так можно судить, ведь признак может быть важен только после разбиения другим. Ну, ну, как бы, то есть, сейчас, если я правильно понял, да, ваше возражение, ну, то есть, да, как бы этот метод подсчета важности признаков, он будет говорить не про то, а про признак в отдельности, а в целом, насколько этот признак важен при использовании этой модели. То есть, вот как бы, допустим, да, у меня только какой-то признак, который после других оказался важен. Ну и что? Все равно оказался важен, поэтому я говорю, что, типа, для дерева этот признак ценен. Дерево может его заиспользовать в комбинации с другими. Так вот, пример. Значит, есть такая задача про классификацию вин на белые и красные. Вот, значит, там на UCI репозиторий можно ее скачать, на кегле она тоже есть, по-моему. И вот вы можете, значит, почитать для этой задачи в случайном лесе важности признаков. Вот получится такой топ. Вот давайте, пока те из вас, кто помнят химию, могут попробовать мне сказать, что вот эти вот два признака означают, а я отвечу на вопрос в чате. Так, то есть, не существует абсолютной важности признака. Нужно через призму специфики модели смотреть, интерпретировать. Да, все так. То есть, что такое абсолютная важность признака, непонятно. Признаки важны для конкретных данных, для конкретной задачи, для конкретных, там, других признаков. Поэтому, как бы, да, скорее мы смотрим на важность признака в контексте модели. Так, ну что, кто-нибудь вообще понимает, что эти признаки значат? Вот Максим говорит о содержании СО2 и солей хлора. А почему это важно для определения того, это белое или красное вино? Нет? Ну ладно, это я так. На случай, если кто-нибудь тут шарит за химию, хорошо. Диоксид серы нужен для прекращения брожения. О, ничего себе. Вероника, круто, круто. Ага. Окей, ну хорошо. То есть, вроде бы объяснимо, почему эти признаки важны. А вот, типа, для Титаника давайте посмотрим. Значит, вот напомню, когда мы делали одномерный отбор, у нас важными оказались пол, ну и там класс, в котором ехал пассажир, и тариф. А вот если мы посмотрим на важности признаков для логистической регрессии, то тут пол, конечно, все еще важен, но еще, как бы, оказывается очень важным возраст. То есть, вот логистическая регрессия уже начинает ловить, что возраст тоже важен. Почему так? На следующем слайде я расскажу. Ну, а если смотреть для случайного леса, тут вообще, типа, возраст там супер важный, один из самых важных признаков, там, наряду с полом. Вот почему так? Почему, значит, вы эти вот отбор на основе моделей уже ловят, что возраст важен? Ну, потому что на Титанике, значит, вот важны пол в комбинации с возрастом. Если вы построите вот даже простое дерево, то там окажется, что вот, типа, сначала мы смотрим на пол, и если это, там, значит, женщина, то, скорее всего, выжила. А вот если это мужчина, то мы смотрим на возраст. И вот, типа, выжили только мужчины очень небольшого возраста. Ну, то есть, типа, мальчики маленькие. Вот, вот, как бы, и вот это ловят только модели, потому что они смотрят на признаки в комбинации. И они могут, как бы, мне сказать, что, да, как бы, возраст важен, но важен только если я еще на пол посмотрю. Вот, так что, вот видите, вот тут, как бы, по моделям отбирать сильно понятнее. Вот спрашиваешь такой одномерный отбор. Это когда я, грубо говоря, посчитал корреляцию каждого признака с целевой переменной. И вот нарисовал ее. Вот. Окей. Вопросы какие-нибудь по этой части? Нет вопрос. Ну, хорошо. Почему сказал, что только модели ловят? Ну, из тех, что мы изучили методов, ловят только модели, потому что, ну, типа, вот у меня признак возраст, он важен только в комбинации с другими признаками. Методы, которые вначале мы обсуждали, методы фильтрации, они смотрят на важности отдельных признаков. А вот, а вот как корреляцию посчитать, чтобы она учитывала, что два признака в сочетании влияют на целевую переменную? Вот не очень понятно, как. То есть, по сути, если вы будете смотреть на влияние двух признаков комбинации на целевую переменную, вам, по сути, нужно будет какую-то модель пост. А, ну а между признаками, а как бы то, что у вас два признака связаны, не означает, что они важны для задачи. То есть, вот тоже, как бы, это не очень характерно. Ну, можно давать признак с сочетанием, типа с произведением, да, каким-нибудь. Ну, окей, может быть так. Ну, ладно, так можно. Ну, а что, если важно, там, не произведение, а сумму этих признаков считать, да? То есть, вам еще нужно придумать, как сочетание посчитать. Много возникает тут развилок каких-то. Ну, можно, в принципе, да. Значит, еще один класс методов, которые тут могут применяться, так называемые методы обертки. Значит, что это такое? Ну, методы обертки, это, значит, методы такие переборные в некотором смысле. Идея такая. Вот у меня есть какой-то набор признаков. Д признаков. Первый, там, второй и так далее. Номер Д. Значит, что я с этими признаками могу делать? Давайте я возьму первый признак и его просто выкину. Даже не так. Сначала я посчитаю качество модели, как бы, полной, которая работает на всех признаках. Вот давайте эту модель А обозначу. Посчитаю ее. Дальше я выкину первый признак и посчитаю качество модели без первого признака. Давайте я это обозначу А, минус один. Дальше этот признак верну. Посчитаю качество без второго признака. То есть выкину второй признак, обучу модель без второго признака. Да, обучаю модель заново. Посчитаю качество. Это у меня будет качество без второго признака. А, минус два. Ну и так далее. То есть вот я посчитаю качество моей модели, обученной без каждого признака. И посмотрю, нет ли такого, что при выкидывании каких-то признаков у меня качество растет. И выберу, если такие есть, выберу признак, при выкидывании которого сильнее всего растет качество. вытяну то есть от одного признака я избавился качество улучшил снова повторю то же самое то есть пройду и выкинул как бы худший признак и вот так буду повторять пока у меня качество улучшается то есть я буду просто выкидывать признаки по одному пока качество будет расти и вот так может быть я найду какой-то набор признаков которые меньше исходного и на котором качестве даже выше чем на исходном ну вот такой переборный метод да вот она вы правильно говорите то есть нужно будет очень много раз обучать модель это очень долгий метод чем выкидывание отвечает перемешивание значения объектов вот это правильный вопрос ну как бы тем что перемешивание значения объектов говорите только о важности каких-то отдельных признаков а тут типа я выкину один признак потом выкину другой признак то есть как бы я могу не просто там посмотреть что будет если один признак и спор а я глубже копаю смотрю там какие-то комбинации признаков которые можно выкинуть принципе я могу перемешивать тоже какие-то пары и тройки признаков так можно это же валидно да так тоже можно делать можно как бы пойти наоборот и добавлять признаки по одному то есть начинаю как бы с модели которая типа константная потом добавляю лучшие из признаков к ней и вот так по одному добавляю пока качество растет тоже можно так есть и другие более хитрые методы для такого полного перебора там случайный поиск можете поискать генетические алгоритмы это там вполне существует можно пользоваться но это очень долго поэтому пользуются не часто лучше какие-то методы вот там на основе модели про которые говорил до этого но вот такое бывает вот хорошо значит что касается значит методов отбора признаков а вот что если мы хотим не просто отбирать признаки а как-то порождать новые ну такое тоже бывает называется мед главных компонент но это не единственный подход есть и другие но вот там нет главных компонент самый популярный давайте расскажу про него по-английски называется принципал компонент аналисис писей но по-русски мгк сокращенно говорят это некоторый метод который вот позволяет вам сгенерировать новые признаки на основе предыдущих то есть он прямо породит новые признаки они просто отберет какие-то самые важные так спрашивают почему вот предыдущие методы про перебор назывались обертками да потому что типа вы берете к это готовый метод и просто пробуйте в нему подавать разные как бы признаки на вход смотрите там какие комбинации признаков наиболее важное то есть вы по сути используете модель как черный ящик и ее обучению черный ящик и пробуйте на вход подавать разные там комбинации признаков поэтому как быть методы это обертки над какими-то моделями так простой алгоритм выглядит наивным он хорош или нет пробертку ну скорее нет потому что типа вы выкидываете по одному а может выкидывать комбинациями надо сам слишком жадный метод то есть ну не лучший вариант вот ладно вернемся к методу главных компонентов давайте обсудим как это работает ну вот вообще давайте сначала расскажу геометрическую интуицию какую-то потом расскажу что это виде формула означает и потом кратко объясню про идеи вот и значит вот разберемся как это считается вот смотрите допустим у меня есть вот такая выборка тут два признака значит два признака первый признак x1 второй признак x2 значит вот у меня выбор какие-то точки принципе вот тут есть какие-то направления по которым ну хорошо характеризуется моя выборка например вот у меня есть значит вот такое направление и вдоль него реально у меня большая активность моей выборки то есть если я спроецирую просто мои точки вот на эту прямую то тут разнообразие мои выборки будет большим вот типа если на голубенькое направление спроецирую у меня разброс моих точек будет очень большим вот отсюда досюда а есть вот например направление красное вот это направление если на него спроецирую мою выборку то разброс будет маленьким то есть у меня куча точек схлопнутся как бы в одни и кажется что вот синее направление лучше если я хочу как бы спроецировать куда-то мою выборку на синюю прямую проецировать точки будет выгоднее потому что как бы больше информации сохраняю о том ну типа какие у меня вообще бывают там объекты то есть вот как бы наверное я вот если хочу как-то найти какие-то новые признаки то важно чтобы это были вот такие направления для этих признаков чтобы при проецировании на них я сохранял как можно больше вариативности в моих данных ну вот как бы идея такая геометрически то есть я хочу найти какие-то прямые на которые я спроецирую мои данные и у меня как можно больше дисперсик можно больше вариативности при этом сохранится значит вот направление вроде синего хорошие направление вроде красного плохие потому что при проецировании на вот красное направление у меня особой информации про выборку не сохраняется ну давай теперь подумать это виде каких-то формул виде какой-то математики можно сформулировать значит забыли про вот то давайте скажем вот как давайте скажем что я буду порождать новые признаки в виде линейных комбинаций старых признаков то есть каждый новый при у меня будет просто комбинации с весами исходных признаков ну значит вот пусть у меня есть какие-то исходные признаки типа вот там и ты объект у него там d штук d большой штук признака x и к то это катый признак этого объекта и вот у меня есть новые признаки z и t житая значит собственно объекты те же а признаки кит новый их должно быть меньше d маленькая штука и вот идея такая давайте я скажу что у меня житый новый признак у этого объекта считается как сумма по всем старым признакам старым до большой признакам и каждый признак x и катая у меня делает вклад с каким-то весом w житая катая то есть у меня как бы вот w житая катая это вес которым к ты старый признак вкладывается в житый новый признак вот значит вот такая идея окей вот тут спрашивают не будет ли это просто линейная модель ну в некотором смысле да но только линейные модели раньше мы обучали чтобы они хорошо предсказывали целевую переменную а тут я как бы использую линейную модель чтобы сгенерировать новые признаки и наверное требования к этим весам будут другие теперь у меня то есть вот как бы хочу я добиться вот этого что у меня новые признаки это просто линейные комбинации старых признаков ой прошу прощения да значит ну это можно записать матричном виде давайте мы про это не будем заморачиваться ну и вот в общем оказывается что что если я вот потребую чтобы у меня новые признаки формулировались в виде вот линейных комбинаций старых и потребую чтобы поисковки посчитаю новые признаки дисперсия была максимально получится некоторый такой интересный метод который как раз будет иметь смысл такой что я ищу прямые на которые я спроецирую мои объекты и дисперсия после этого будет максимально то есть например если я хочу два новых признака я буду искать две прямые такие что типа вот при проецировании на эти две прямые разброс моих объектов будет как можно больше это вот тоже называется мир главных компонент вот и значит вас его помощью можно как раз таки считать новые признаки ну давайте я не буду сильно как бы там погружаться в только это формулируется дальше типа там вот так задача записывается для поиска этих главных компонентов страшновато выглядит да там решение формулируется в виде собственных значений собственных векторов вот не хочу в это закапываться как бы там некоторые такая довольно сложная математика но хочу чтобы просто понимали идею что мест главных компонент это про поиск таких линейных комбинаций моих исходных признаков при котором у меня дисперсия новых признаков будет как можно больше то есть я пытаюсь найти какие-то новые признаки при проецировании на которых у меня разброс будет максимально ну да вот там про пять шагов да да ну вот давайте некоторый пример значит вот есть некоторые данные значит про потребление разных продуктов в разных как вот великобритании называются провинции провинции до разных провинциях великобритании но вот в англии в северной ирландии в шотландии и в бойцы значит данные устроены вот так есть допустим там не знаю алкоголь и вот написано сколько там единиц алкоголя потребляется в каждой провинции вот вот эти данные ну вот так про там много разных категорий смотреть на эту таблицу не очень удобно то есть глядя на нее давайте так вот вы можете глядя на нее сказать если какие-то провинции которые сильно выбиваются вот видно что нибудь такое так семья подсказывают что может быть не провинция королевство правильно говорить это окей ады бег в уэльсе отличается а выброс какой то окей но типа может быть по другим тоже какие другие отличия есть в общем сложно я могу для этих данных сказать что пусть у меня значит вот каждое королевство это объект а потребление отдельных типов продуктов это признаки вот это вот как бы вот это вот у меня объекты и вот у них признаковое описание это то сколько чего потребляется окей значит если я к этим объектам применю нет главных компонент то получу значит вот такие ну там с одной главный компонент то есть я поищу лучшую линейную комбинацию всех этих продуктов то получу вот такую картинку что у меня как бы вот линейные комбинации для уэльса англии шотландии примерно одинаковые а для северной ирландии сильно отличается а то есть видимо у меня северная ирландия выбивается если я построю две главных компоненты тоже у меня северная ирландия будет сильно выделяться ну и теперь как бы зная это я могу уже посмотрите поискать те признаки по которым действительно отличаются у меня северной ирландии от остального я могу это сделать посмотреть на веса просто в эти главных компонент по признакам и вот окажется что действительно северной ирландии сильно меньше алкоголя потребляется сильно меньше сыра больше значит а нет кстати здесь то же самое более-менее меньше рыбы меньше свежих фруктов и сильно больше картохи значит вот реально какие-то отличия тут заметно алкоголь северной ирландии известно что идет окей в общем вот как бы вот так спроецировав да на один признак мои объекты я могу найти какие-то аномальные объекты и это будет сильно проще чем вглядываться вот здесь какие-то отдельные признаки как выбрали ирландию типа значит посмотрели еще раз да вот к данным применили метод главных компонент получили новый один признак который характеризует каждое королевство увидели что по нему северной ирландии сильно отличается и дальше стали смотреть у каких исходных признаков большие веса оказались но при этом замечу что в это идея с линейным проецированием то есть проецирование на отдельные прямые она не всегда работает потому что вот например бывают данные в которых вот такие зависимости нелинейные и вот например на этих данных что получить хорошую хороший новый один признак вам нужно проецировать не напрямую синюю а вот на скорее такую красную вот да загогулину потому что вот только она как-то более-менее разумно описывает закономерности в этих данных ну да это что-то типа свист ролла да 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 и вот тут есть уже свои методы там есть там ядровой метод главных компонент еще там какие-то более хитрые но вот их там уже скорее нужно применять окей хорошо ну еще немножко времени у нас осталось давайте я поговорю про визуализацию данных ну тоже это скорее в качестве обзора какого-то про то какие методы бывают зачем нужна визуализация ну вот допустим какие-то табличные данные вот типа есть там какой-нибудь датасет вот каждая строчка это объект каждый столбец это признак ну как бы таблица глядя на нее вообще не очень понятно что здесь там какие признаки важны какие нет непонятно то есть вот как бы просто какое-то нагровождение чисел и вот иногда хочется просто как-то нарисовать эти данные многомерные чтобы глядя на эту вот на рисунок мы могли чего-то понять об этих данных как это сделать так вот вопрос подъехал по предыдущему сильно ли играет роль при интерпретации читать александр как-то это типа короче можно ли при интерпретировать да ну когда как действительно то есть может быть важно может нет но посмотреть имеет смысл на то какие там признаки важны для каждой главной компоненты так вот по визуализацию в принципе можно там вы там все умеете рисовать уже вот такие картинки и потомки нибудь там гистограммы там с которой плоды про взаимосвязи признаков ну вот такое но конечно хотелось бы делать что-нибудь более серьезное хотелось бы как-то вот взять и нарисовать в совокупности все признаки но на плоскость и вот задача когда я хочу многомерные данные нарисовать на плоскость называется задача визуализации данных это задача в которой мне хочется как-то на плоскости изобразить все объекты ну или в трехмерном пространстве это реже скорее на плоскости чтобы у меня сохранились зависимости между объектами ну вот давайте обсудим вот смотрите вот допустим у меня есть там данные которые описываются тысячи признаков я хочу каждый объект карте нарисовать на плоскости ну вот чтобы на это можно было смотреть вот скажите какие требования вы бы стали предъявлять к этому руку на плоскости вот то есть что значит нарисовать данные из тысячи признаков на плоскости вот чем мы хотим чтобы сохранилась в чем может заключаться сохранение свойств исходных данных расстояние ну в принципе разумно то есть мы можем хотеть чтобы то как близко находятся объекты в исходном пространстве было отражено на плоскости тоже зависимости но зависимости не очень понятно что такое возможность разделить классы ok да ну вот короче вот тут все из этого сложно кроме расстояние и действительно более-менее все методы визуализации стремятся нарисовать вам на плоскости объекты так чтобы расстояние вот на плоскости более-менее совпадали с расстояние между объектами в исходном признаков астана то есть как бы чтобы взаимное расположение объектов сохранилось его собственно вот так эти методы работают но давайте пример какой-нибудь вот есть набор данных вниз мы с вами будем с ним довольно много работы в следующем семестре когда вот дойдем до глубинного обучения до изображений ну вот данные это просто рукописные цифры то есть там много-много циферок написанных от руки отсканировали его задача по значит картинки рукописной цифры распознать что это за цифра вот значит данные довольно многомерные то есть получается что там каждый каждая картинка это семьсот восемьдесят четыре пикселя но это что-то там типа давайте быстро посчитайте корень из 784 от сколько может так у меня прикинуть 28 окей филип доверюсь вам то есть там до картинки размера 28 28 пикселей то есть всего каждая картинка описывается вот таким 784 количеством пикселей ну получается что у меня значит мои картинки описываются ну примерно восьмию сотнями признаков при этом понятно что на самом деле хотя признаков много такая вот рабочая размерность внутренняя размерность сильно ниже ну потому что если я просто буду генерировать случайные картинки из вот размера 28 28 то это будут не цифры ну вот типа пожалуйста вот случайная картинка размера 28 28 тут изображена цифра нет то есть данные именно с рукописными цифрами это сильно меньше чем просто все картинки размера 28 28 и раз так раз у меня как бы вот данные которые я рассматриваю рукописные цифры они на самом деле видимо составляют какое-то маленькое-маленькое подпространство в этом огромном пространстве признаков наверное есть шанс что я могу их как-то грамотно нарисовать на плоскости например есть такой метод который называется тс не вот так расшифровывается если кому интересно это вот раз некоторый метод как найти для каждой точки в многомерном пространстве отображение на плоскость так чтобы более-менее сохранить расстояние опять же подобности они вдаюсь кому интересно приходите там на машинное обучение 11 с ним разберемся вот но значит вот это метод который вам пытается нарисовать на плоскости цифры ну ваши объекты так чтобы расстояние сохранились и вот что получается если применить тс н е к данным вниз на плоскости нарисовал эти данные каждая точка здесь эта циферка и вот получается такая картина реально получается красиво то есть у меня все цифры группируются вот теперь четверочки группируются вот здесь до нолики группируются вот здесь ну и так далее кстати пойму здесь не все цифры нарисованы да не все не все шестерок нет например вот то есть вот как бы видно что если я пытаюсь сохранить расстояние то получается красиво нарисовать это дело на плоскости и более того вот видите вот интересно получается что-то меня например единички тоже как бы группируются в несколько вот таких кластеров вот такой вот такой и вот такой а вот можете сказать чем например в этот кластер отличается от остальных двух почему они как было так отдельно сгруппировались черточкой да то есть вы здесь у меня единички которые написаны вот так черточкой внизу вот здесь у меня единички которые пишут даже без верхней засечки практически а вот здесь единички которые у меня на типа вот ну короче вот так пишется то есть вот это раз группировались даже по начертанию что по осям абсциссы ординат неизвестно эти признаки неинтерпретируемые то есть я просто поставил задачу найти координату по иксу и по игреку для каждой цифры для каждого объекта так чтобы после того как я нарисую их у меня расстояние более-менее сохранились вот то есть я просто как бы нашел какие-то расположения на плоскости для моих объектов при которых расстояние из исходного пространства сохраняются такая вот задумка была ну да повторюсь я как бы не объясняю особо к метод работает потому что это довольно так сложно но если будет интересно напишите материалы скинутки нибудь про это вот то есть вот вполне это можно использовать ну давайте дальше не буду рассказывать это мне не особо интересные поэтому поговорим в следующем семестре вот ну короче там у меня про то что можно и картинки визуализировать так и тексты он для этого специальной бейдинге нужны и поэтому подробно поговорим позже окей давайте на этом закончу и вы мне зададите вопросы так вот если бы в сети были машинописные начертания только то они бы слопнулись в одну цифру да да то есть если у меня были дата сети только как бы одинаковые начертания единички то это одинаковое признаковое описание и это просто плотность в одну точку да да партям вы правы какая у нас культурная программа до конца курса но мы еще поговорим про кластеризацию поговорим немножко про ранжирование и рекомендации и в общем то все квиз я думаю будет один или два ну по бустингу и по кластеризации хотелось бы но я интересно перестал на это короче сейчас не очень понятно про это говорить о осенью будет про это поговорить еще место поэтому я считаю откладываю на следующий семестр еще вопросы вы доживете до осени переживайте ему один это для фкн или всем на фкн вообще на тумы это обязательный курс машинное обучение 1 а вы в принципе можете попроситься туда пойти как на ваш курс по выбору есть согласуете со мной с вашим учебным офисом но я как бы буду рад вас там видеть это очень сложный курс очень сложный очень много домашек там все по жесту будем ли учиться онлайн ну лекции точно будут онлайн дальше а семинары посмотрим может быть в каких-то группах семинары будут оффлайн но не обещаю то есть ему один объем не оси мест ну по объем не до можете посмотреть на вики страничку затем скину можете оценить сколько там домашек так будет ли очная консультация ну предложите когда провести я в принципе готов достаточно ли базы текущего яда ну да но скорее там еще программировать нужно неплохо уметь то есть как вы чувствуете ваш уровень питона если нормально вам дается то я думаю все будет ок набирают ли в шанс бакалавриат насколько круто за пойти ну можно то есть есть бакалавры которые туда поступают поступить весьма сложно там очень жесткий экзамен по математике вступительные можете посмотреть на сайте примерные варианты но там случае есть сколько домашек я думаю 2 так можно ли перенести дедлайн домашки 25 line курса 4 защита ну всех по своему да ну можете там в чатике идею так как кодировать порядковые признаки знаю только категориальные ну порядка и вы можете кодировать просто числами то есть скажем взять порядок и типа там самый маленький самый маленький значение за единицу следующие за двойку и так далее сможете видеть числа закодировать либо как либо забить на порядок и просто вон ход кодирование сделать потому что есть шанс что в порядке много информации не содержится но наверное правильнее всего закодировать просто числом и полу номер в порядке если истории успеха датсиентистов снимать математических направлений ну есть вот можете ваших ассистентов поспрашивать вот они вам или сами чуть расскажут если тоже там у них что было интересное либо кого-нибудь посоветуют то есть можете опять же мне там как-нибудь в личку написать я пробую вам даже может найти кого-нибудь поможет рассказать устроить какую-нибудь встречу напомните мне про это какие курсы вышки готовят к шадовской математике ну сложно сказать то есть в принципе если вы там условно напомнили там или на матфаке прошли курс по мат анализу там линейной алгебре дискретной математики теории вероятности наверное вы готовы сдать вступительный шаг ну то есть какие то вам нужны просто сложные курсы по такой базовой высшей математики но это реально большая работа это изучить есть ли курсы специальные методы м он для анализа финансовых показателей ну давайте в личке обсудим это да александр я там вам еще задолжал ответить в общем в личке обсудим я подумаю надо вас еще проспрашивать хорошая ли практика ван ход кодирования но она делает данные объемными но в принципе если дальше линейной модели используйте от нормально они справляются с этим в принципе ничего плохого в отход кодирование нет вот засовывать ван ход кодирования потом в деревья вот плохая практика потому что дерево просто скорее всего будет очень долго строится и может не сможет такой объем признаков обработать но в линейные модели нормально так ладно товарищи все мне пора дальше уже там на следующие встречи все было от вас повидать хорошей вам недели увидимся через неделю давайте застанье